МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Совместно с компанией Еврохаус, которая входит в международный строительный холдинг Sunrise Building Group, мы продолжаем цикл выпусков о экологически чистом строительстве по каркасной технологии. И наш поточный объект – это двухэтажный коттедж площадью порядка 150 квадратных метров для заказчиков Валентины и Паула. Но для семьи, которая здесь будет жить, требуется не только непосредственное жилье, не только крыша над головой, но также и зона отдыха, место, где можно отдохнуть с семьей, куда можно пригласить друзей. В данном случае проектом застройки предусмотрена беседка с интегрированным барбекю общей площадью порядка 40 квадратных метров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, в данный момент близится завершение строительства террасы. Вернемся немного назад, к моменту начала возведения террасы и вспомним, как это было. По сути, обустройство террасы воспроизводит каркасную технологию постройки основного здания. Стены и перегородки точно так же состоят из деревянного каркаса. По желанию также обшивки наружной и внутренней по отношению к ограждаемому помещению и отделочных облицовочных слоев. При необходимости в стенах располагают слои, обеспечивающие теплозвукоизоляцию, пароизоляцию и защиту от проникновения воздуха и воды. Каркас стен несет на себя нагрузки от перекрытий и крыши террасы. Кровля также обустраивается при помощи стропильной конструкции, аналогичной кровле основного здания, с использованием тех же материалов, в том числе битумной черепицы. Пол террасы настилается из предварительно пропитанной древесины, в идеальном случае твердых хвойных пород. Например, лиственницы, но как минимум из предварительно пропитанных сосновых досок. Важно точное соблюдение параметров, заложенных в проект застройки, в том числе расстояние пола террасы от грунта не менее 250 мм и зазор между досками от 5 до 10 мм. По периметру терраса ограждается деревянным парапетом с перивами. Для монтажа террасы нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Краска, шуруповерт, террасная доска, саморезы по дереву длиной 55 мм, балка перекрытия сечением 45 на 195 мм длиной 6 метров, стойка сечением 145 на 145 мм длиной 3 метра. Субтитры подогнал «Симон»! Семье заказчиков, помимо, собственно, жилья, требуется также и прилегающая зона отдыха. Окончательной, согласованной с заказчиками, версией проекта застройки предусмотрено не только увеличение общей площади дома до 150 квадратных метров, но также и возведение беседки площадью 40 квадратных метров со встроенным барбекю. В данный момент я стою именно на том месте, где будет построена предусмотренная проектом беседка площадью 40 квадратных метров с вмонтированным барбекю. Для постройки беседки будет также использована предварительно пропитанная древесина хвойных пород, как и для основного здания. Для долговечности беседки еще более важным является высокое качество используемых материалов, поскольку ее конструкция не предусматривает какой-либо мембранной или иной дополнительной защиты от атмосферных воздействий. При постройке используется все та же, хорошо себя зарекомендовавшая каркасная технология. Также крайне важным является точное соблюдение параметров, заложенных в проекте застройки. В том числе расстояние полой беседки от грунта не менее 250 мм и зазор между досками от 5 до 10 мм. В идеальном случае пол террасы выполняется из древесины твердых хвойных пород, например, лиственницы, но как минимум из предварительно пропитанной сосновой доски. В данный момент за мной находится каркас будущей беседки. В дальнейшем она будет иметь общую площадь порядка 40 квадратных метров, строится она по той же технологии, по которой строится и основное здание, это каркасная технология, строится она из древесины, и в дальнейшем будет укрыта бетунная черепица. В беседке будет интегрированная барбекю, и это будет прекрасная зона отдыха для Валентины и Павла, для владельцев нашего дома. Для монтажа беседки нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Гвозди длиной 80 мм, саморезы длиной 75 мм, саморезы длиной 45 мм, битумная мастика, евро-рубероид, анкер 120х10, брус сечением 50х50 мм, длиной 3 м, несущая стойка сечением 140х140 мм, длиной 3 м, стропила сечением 45х145 мм, длиной 6 м, бантина сечением 45х145 мм, длиной 6 м, контуррейка сечением 25х40 мм, длиной 3 м, обрешетка сечением 25х120 мм, длиной 4 м, стойка сечением 45х145 мм, длиной 3 м, обвязка сечением 45х145 мм, длиной 6 м, супердиффузионная мембрана, паробарьер, металлочерепица, балка коньковая длиной 2 м, метра, притворная планка длиной 2 м, капельник длиной 2 м. С нами технический специалист компании «Еврохаус» Игорь. Я попрошу его рассказать о поточном ходе работы по беседке от начала строительства ее и до конца. Пожалуйста, Игорь. Данная альтанка виконується из деревяных хвойных пород. Для початку будівництва такої альтанки потрібен архітектурний проект, який у нас уже є. Для будівництва даної альтанки використовується деревина хвойных пород, попередньо оброблена вогнебіозахистом. Нижний обвяз виконаний в даній альтанці з бруса товщиною січення 180х140 мм, обробленою бітумною мастикою. Ми бачимо вертикальні стійки виконані з деревини товщиною 140х140 мм. Зверху це все зав'язано так званим маурлатом, товщиною також 180х140 мм. Стропильна частина виконується з деревини товщиною 140х145 мм. В подальшому на даній стропили монтується супердифузійна мембрана, виконується також контррейка, обрешітка для подальшого улаштування ОСП плит. І видимо далі на ОСП плити монтується так називаємий підкладочний ковір, так? Так, звичайно. Монтується підкладочний килим, який проклеюється бітумно-каучуковим герметиком. І далі монтується бітумно-черепиця. Фактично, ця крыша устроена по такій же технології, як у нас на основному зданні. Так, звичайно. Такая же технологія. Прекрасно. Ну і потрібно упомянути ще раз, наверное, о том, Ігор, що площадь нашої бісєдки, будущее бісєдки, буде составлять порядка 42 квадратних метрів. В ній буде встановлено інтегрироване барбекю. І строительство такої бісєдки займає, наскільки я помню, около 4-х днів, якщо не ошибаєшись, так? Ну приблизно плюс-мінус. Ну, собственно говоря, ми вернемся через 4-х днів, і, предположительно, наша бісєдка вже буде повністю готова. Звучить музика. Звучить музика. Звучить музика. Звучить музика. Звучить музика. Ну що ж, ми в данний момент знаходимся внутри будущій бісєдки, я хотів би попросити Ігоря прокомментирувати, как именно, з яких матеріалів, по кій технології буде устроен пол бісєдки. Дана підлога буде змонтована на балки перекриття, так звані, січенням 190 на 45 міліметрів. По-дальшому на ці балки буде прикріплюватись дошка підлоги. Ігор, я правильно розумію, що всі древісні матеріали, які використовуються компанії Врахаву в строїтерстві, вони на той чи іншій стадії стрійки, вони обов'язково обрабатуються огнебіозащитою, так? Так, звичайно. В основному це виконується завчасно перед будівництвом. Понятно. Ну що ж, з полом ми розібрались і можемо двигатися далі. Ну що, я вижу, Ігор взял рівень. Видимо, буде перевіряти сейчас, так сказати, правильно ли встановлені стойки, видимо, нашої бісєдки, да, Ігор? Так, звичайно. Надзвичайно важливо перевіряти рівні наших вертикальних стіл. Так. Довготривалого в нашому будівництві. Наскільки я вижу, у нас практично ідеально встановлені наші стойки. Ну і що? В даний момент ми видим, що стойка, несущая вертикальна стойка, встановлено практично ідеально. Можна сказати, ідеально, да? Надзвичайно важливо, щоб наші стійки стояли вертикально. Ну і, як ми видим, стойка встановлена практично ідеально. В даний момент. Ідемте, посмотрим, в следующий стойку. Також нам потрібно перевіряти рівень нашого нижнього обв'яза. Ну-ка. Обвязочний брус встановлено практично ідеально. Можна отбросити слово практично ідеально. Спеціалісты компанії «Еврохаус» знають своє дело. Супер! Отлично! Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Сегодня мы с вами увидели все нюансы возведения террасы дома, а также постройки беседки, расположенной в прилегающей зоне отдыха. На очереди финальная декоративная работа, а именно отделка гипсокартоном стен изнутри дома, а также декоративное покрытие наружных стен и цоколя. И об этом во всех нюансах мы расскажем и покажем в следующем выпуске программы «Строим дом». С вами был я, Григорий Сирота. До новых встреч на телеканале «Дача». Субтитры создавал DimaTorzok